Доброго времени суток! Сейчас я вам расскажу как правильно мыть руки при подготовке к посеву мицелия. Итак, смотрите внимательно на моих видео. Не обязательно я буду озвучивать, что нужно одеть маску. На голове, как вы видите, у меня шапка. Здесь микрофон для того, чтобы в случае, если вы будете мне звонить, чтобы я не отвлекался от работы и не запачкал руки, когда мне придется брать телефон. Итак, значит, фактически, если мы готовимся сеять мицелий, это что-то напоминает подготовку к хирургам операции. То есть приблизительно мы выполняем те же самые мероприятия, как моют руки врачи на операцию. Для тех, кто не врач, для тех, кто никогда не был на операции, вот я решил показать, как это все происходит. Для обработки рук можно использовать разные препараты. Можно пользоваться спиртом, тем же лизоформином, который я множество раз рассказывал. Но если вы делаете посевы чисто исследовательских каких-то целях, и вы это делаете, например, один раз в неделю, или один раз в месяц, или первый раз, то вы можете применить для этого случая любые дезинфицирующие средства, начиная с самого простого, это спирт. Если же вы делаете это профессионально, то со временем вы заметите, что любые средства, какие они не были бы безопасными, начинают влиять на вашу, на кожу рук. При этом могут возникать разного рода раздражения, тем более, если для обработки вы будете использовать формалин. Поэтому на протяжении опыта, пройдя уже все эти случаи, я пришел к следующему такому выводу, что агрессивные средства применять очень вредно, поэтому в таком случае мы будем применять обыкновенное жидкое мыло. Значит, сама помывка рук происходит следующим образом, здесь я буду показывать, не совсем возможно так вот попадать в кадр, но суть я буду озвучивать. С первым делом происходит элементарное мытье рук водой проточной, руки моются до локтя, смывается до локтя. После этого мы берем жидкое мыло и тем же образом наносим на руки. Как видите, руки моются до локтя. Тщательно смываются вот все загрязнения которые и после первой промывки жидким мылом мы опять же это мыло просто смываем проточной водой. Вот таким вот образом. Следующим этапом будет нанесение просто жидкого мыла. Вот наносим жидкое мыло, мы его наносим на руки, довольно таки обильно. И таким вот образом вот намыливаем руки. Мыло можно сказать это самое безопасное средство которое можно применять для обработки рук в таких случаях. Есть один недостаток, что в данном моменте мы его ничем не вытираем. Единственный способ это просто нам нужно дождаться пока мыло высохнет. Излишки можем убрать и несколько, некоторое время мы просто с этим мылом медитируем. собираемся с мыслями, думаем над тем, что, какой последователь мы должны сделать. Я специально не убирался. Посев я уже сделал, просто показываю с самого мероприятия мытья рук. Посев я уже сделал, но как видите здесь вот эти все расстановка, она говорит о том, что перед посевом все те вещи которые вам будут необходимы, должны быть на столе. Никаких других мероприятий по сбору инвентаря, расстановке свертов, поиска кортангов, банок, пинцетов, весов и всего остального в этот момент происходить не должно. Когда вы собираетесь делать посев, у вас должно быть все приготовлено, обработанный халат и вы должны после карантина, который происходит в этом помещении не менее 12 часов, единственное мероприятие, которое вы делаете, это посев. И вот, пока я вам это рассказываю, руки уже начинают подсыхать. Вот, в принципе для рук можно дать такой совет, что мыло тоже бывает разное, не нужно выбирать для такого случая самое какое-то дешевое, лучше взять какое-то мыло с глицерином, с нормальным PH, потому что часто вот такая обработка может тоже приводить к раздражениям. Вот, поэтому вот такое вам напоминание, ну вот так вот немного помогает быстрее проходить этому процессу. Ну и если у вас есть уверенность в том, что ваш халат стерильный, в котором вы работаете, то иногда я использую такой способ, что можно немного этот халат был обработан перед посевом, то каким-то образом какое-то количество мыла можно просто вытереть в халат и таким образом происходит более быстрое высыхание рук. Когда они подсохнут, то мы можем приступать уже к посеву. И, наконец, самое главное, что сразу я услышу в комментах, когда начнут писать, так можно взять просто перчатки, обработать их серной кислотой, да и специально себе работать. Вот я вам скажу, что в перчатках делать те манипуляции, которые делаются здесь в лаборатории, настолько неудобно, что я перчатками здесь категорически никогда не пользуюсь. Я перепробовал все виды перчаток, тонких, хирургических, латесных, более толстых, но есть одна проблема. Резиновые перчатки при таких тонких работах, они просто мешают. Поэтому прислушайтесь к моему совету и пользуйтесь теми вещами, которые я вам посоветовал. А сейчас я отвечаю на звоночек. Вам большой привет. Подписывайтесь на канал, не забудьте. Завтра я расскажу что-то интересное. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова